Генеральный партнер программы «Новости» – производственное предприятие «Меркурий-2». Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море, рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – 4 квартал 2016 года. Звоните 48 300. Партнер программы «Новости» – магазин «Модная школа». Здравствуйте! В эфире телеканал РЕН-ТВ. Новости Анапы-Регион. В студии Ирина Меркурьева. И смотрите сегодня выпуски. Расставить все точки над «и» – линии уличного освещения подключат в течение месяца. Любимые деликатесы напчан – только проверенное качество. «Единая Россия» собрала в столице 3000 своих лидеров – секретарей местных отделений партии. Глава Анапы Сергей Сергеев принимает участие в форуме. Это первый в истории политического объединения сбор партийных активистов с мест такого масштаба. Основными темами предстоящего форума станут обсуждение утвержденных поправок в антикоррупционное законодательство и предварительное партийное голосование перед выборами в Государственную Думу в следующем году. Участники совещания считают, что встреча станет отличной площадкой для диалога. Она даст возможность услышать от первого лица предстоящие задачи. Предварительное голосование в мае 2016 года станет серьезным экзаменом для местных отделений партии. Его организация должна быть максимально четкой, считают лидеры «Единой России». И к другим темам. Учет бездоговорных линий электропередачи и оформление всей необходимой документации на их обслуживание. Эту работу совместно ведут городские власти и юго-западные электрические сети. В сельские населенные пункты возвращается уличное освещение. 43 участка уже подключены. Подробнее в нашем сюжете. Еще недавно пройти по этой дороге в хуторе Капустина можно было только используя фонарик и ежесекундно рискуя угодить в лужу. Глава города несколько раз давал распоряжение осветить этот участок, но из-за бюрократических проволочек жители оставались без света. Лишь недавно после того, как глава Анапы взял ситуацию под личный контроль, фонари загорелись. И жители хутора смогли приобщиться к благам цивилизации. Местный житель Фаргат рассказывает, раньше не мог нормально припарковать автомобиль, а теперь даже небольшой ремонт машины делает вечером возле дома. Да, без перебоев нормально работает. Кубанин Эрго оказывает всестороннее содействие. Выдала на все 72 бездоговорные линии технические условия. Выполнить задачу управления ЖКХ. По 23 буквально недавно были получены технические условия. Сейчас подрядчики их выполняют в настоящее время в Юровке. После выполнения технических условий будут поданы документы на подключение, то есть линии. Расставить точки над «и» решение проблемы уличного освещения сегодня обсудили первый заместитель главы Анапы Светлана Яровае и директор юго-западных электрических сетей Дмитрий Головах. Директор юго-западных электрических сетей Дмитрий Головаха подчеркивает, со стороны Кубань Энерго все обязательства выполнены. 72 точки уличного освещения у нас были изначально. Две из них аннулированы, так это были ТПНСК. Об этом сразу было сообщено. Подготовлены все технические условия и договора. ЖКХ Анапы необходимо было выполнить все мероприятия по техническим условиям. На данный момент по 50 объектам РБП выданы, из них 7, 7 РБП находятся, переданы опять ЖКХ на доработку. 43 РБП, акта баланса разграничения, переданы в ЖКХ Анапы. Закономерен вопрос Светланы Владимировны к управлению ЖКХ. В чем причина затянувшихся сроков? Почему жители сел вынуждены ждать, когда на их улице придет свет? Я хотела бы сегодня услышать, какие улицы у нас остались, какие сети и по каким причинам. Из общения с Дмитрием Николаевичем я поняла, что наш адрес, все, что зависело от Кубанка Энерго, было предоставлено. И проблема в том, что именно управление ЖКХ на сегодняшний день не выполнило поставленные задачи. У нас заложниками стали люди, в наших переписках. Ситуацию исправить могут только оперативные действия городских служб. Срок до конца года Яровой не устроил. Задача выполнить технические условия в кратчайшие сроки и улицу за улицей подключать к электроснабжению. Дмитрий Головахов, в свою очередь, гарантировал полное содействие. День качества отмечают сегодня во всем мире. На рынках Анапы сезон торговли хамсой. Любимый морской деликатес жителей и гостей курорта. Какие службы контролируют качество свежевыловленного товара и как не ошибиться с выбором, расскажем в нашем сюжете. Поклонники блюд из морского деликатеса знают о хамсе все. Когда начинается лов, где лучше приобрести и в какой период времени на прилавке попадает самая вкусная рыба. Вот в сезон, вот в это время, октября, октябрь-ноябрь, это, в общем-то, любимое блюдо наше, потому что мы ждем, когда появится хамса в это время. Но хотелось бы, конечно, пусть крупнее, пусть дороже, но чтобы крупнее было, слишком мелкое. А вообще рыба, конечно, мы вообще сами с севера и приехали сюда, мы обожаем эту рыбу. И все-таки беспокойство за качество товара у покупателей, что называется в крови. На центральном рынке нас заверили, сомнений в свежести товара быть не должно. Каждый новый день на прилавках новый улов. Если что-то остается, это малая часть, много ее не набирают на каждый прилавок, допустим, а идет по заказам. Если даже остается, оно все выкидывается. Хамса долго не тронется. Слухи о том, что хамсу для более долгого хранения вымачивают в селитре, безосновательны. Контроль качества начинается уже на палубе корабля, заявляет начальник управления ветеринарии Бронислав Ракитин. Несколько лет тому назад были случаи, но в Анапе не было, а были случаи в Топсинском районе, потом в Евгейском районе, когда хамсу с целью предачи более товарного вида обрабатывали с помощью селитры. В небольших количествах, когда она становится более упругой, ну и дольше хранится, срок хранения. В Анапе такого нет. Сегодня хамса идет очень хорошая, жирная, не битая, то есть качество ее превосходное, я считаю. Определить, качественную ли хамсу вам предлагают, оказывается довольно просто. Вполне ее видно внешне, если это плотненькая тушка, если она вся цельная, без всяких примесей других рыб, не распалывшаяся брюшка у нее, то есть по цвету, по запаху. Где купить рыбу – в магазине или на рынке? Каждый решает сам, но бдительность не помешает. Пользуйтесь полезными советами и делайте правильный выбор. Специалисты управления здравоохранения курорта возобновили проверки аптек муниципального образования. Рейдовые мероприятия коснутся всех без исключения. В стандартной аптеке на полках изобилие препаратов. В среднем 8 тысяч наименований. Ценовой диапазон лекарств рассчитан на разный бюджет. Среди них есть определенный перечень лекарств, стоимость которых регламентирована и не может свободно повышаться. Такие лекарства отпускаются строго по рецепту врача. Мониторинг цен на жизненно важные препараты, забота провизора управления здравоохранения. На данный момент проверено более 50% аптек. Сейчас мы находимся в одной из аптек города, где была проведена проверка. Нарушений мы не выявили. В аптеке, как и во многих аптеках города, стоит программа определенная, компьютерная, которая формирует наценку автоматически при поступлении и проверяет незавышенными ценами. В каждой аптеке должен быть оборудован уголок потребителя. Покупатель может найти в реестре необходимый препарат, сверить отпускную и рекомендованную цену. В перечень входит около 2000 лекарств. Однако и на прочую лекарственную продукцию цены кусаться не должны. Мы к своим потребителям относимся внимательно. Минимально возможная наценка на препараты, то есть на любые, жизненно важные, нежизненно важные. Мы стараемся помочь людям, если в этом есть такая необходимость, приобрести препараты, чтобы они могли себе это позволить. Добросовестный фармацевт всегда предложит покупателю взамен дорогостоящего импортного отечественный аналог по гораздо более низкой цене. Мне нравится приходить в эту аптеку, потому что здесь и цены более доступны, чем в других аптеках. И ассортимент лекарств есть. Если даже нету каких-то, предлагают или замену, или поступит, но попозже позвонить, и все равно будет. Мониторинг цен на жизненно важные препараты на курорте проводится каждые три месяца по графику. В Центре культуры Родина финальный этап конкурса «Призывник-2015» завершился особенно ярко. Десять лет конкурс собирает самых смелых, спортивных и эрудированных юношей. Ты сыграй, моя кормошка, да на полный разворот! Как заветские гвардейцы взяли принципу оборот! В первых рядах самые важные зрители – ветераны военной службы. Выступать перед ними – большая ответственность. Каждый участник индивидуален, и выбрать из них лучшего жюри оказалось нелегко. За кулисами ребята совсем не волнуются, а на сцене они настоящие мужчины и призывники. Отвечают грамотно на все вопросы, поют песни и показывают себя в мастерстве. Не только в сценическом, но и в военном. Председатель Анапского совета ветеранов Анатолий Гапонов – жюри не первый год. Но такого количества зрителей на конкурсе видит впервые. Мы наблюдаем такую картину, что больше и больше людей приходит на патриотические мероприятия. Это приятно, потому что в годы войны именно патриотизм помог Советскому Союзу одолеть фашистов, от которого легла вся Европа. Роман Кусмарцев мечтает попасть на флот. Он уверен, что на молодежи лежит огромная ответственность за будущее всей страны. Каждый мужчина должен сходить в армию. Поменяется характер, дисциплина. Я думаю, есть только плюсы в этом. На конкурсе Роману до победы не хватило совсем чуть-чуть. Результат – второе место. Поражение принял достойно, по-мужски. И обещал, что на следующий год обязательно победит. Больше всех за Романа и остальных участников переживал ветеран военной службы Иван Григорьевич Денисенко. Молодежь наша находится на правильном пути. И есть уверенность, что они будут честно, добросовестно служить Родине и выполнять свой служебный долг. Лучшим призывником года 2015 стал Максим Кузнецов. Третье место у Кирилла Грибкова. Участники показали, что к армии готовы. Грандиозное событие. 14 ноября в 17 часов на стадионе «Кубань» в Краснодаре состоится товарищеский матч по футболу между национальными сборными России и Португалии. Поддержим нашу сборную. А завершит выпуск прогноз погоды. В пятницу 13 ноября в Анапе пасмурно, небольшой дождь. Температура воздуха днем плюс 12-14 градусов. Ночью до 13 градусов тепла. Ветер северо-западный 11 метров в секунду. Атмосферное давление 761 миллиметр ртутного столба. Температура морской воды плюс 10 градусов. Далее информация о партнерах программы. Генеральный партнер программы новости. Производственное предприятие «Меркурий-2» приступило к строительству нового многоквартирного комплекса «Кавказ». В магазине доступны и качественные одежды для детей и взрослых, модная школа, новое поступление, сезонные одежды. Самое время готовиться к новогодним праздникам. Карнавальные костюмы для взрослых и детей. Эксклюзивные вечерние наряды. Будьте в центре внимания. Эти и другие новости вы можете найти на нашем сайте. А я с вами прощаюсь. До встречи. Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море, рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – 4 квартал 2016 года. Звоните 48 300. Магазин «Модная школа» расширяет свои границы. Теперь помимо элегантной школьной формы, здесь представлена коллекция верхней одежды. Куртки, плащи, пальто, головные уборы. Большой ассортимент вечерних платьев для выпускниц. Рубашек и жилетов для выпускников. Нарядная одежда для дошколят. Новогодние карнавальные костюмы для детей и взрослых. Город Анапа, улица Новороссийской, 281. Жилой комплекс «Крымский вал». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова